МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балакладская бухта одна из самых удобных черноморских бухт именно для швартовки небольших судов. 200-400 метров максимальная ширина этой бухты, а глубина как раз 17 метров. Здесь никогда не бывает ни ветра, ни штормов. Раньше здесь, в бухте Балаклавы, был дельфинарий, а во время войны здесь обучали дельфинов-убийц, которые несли на себе снаряды, подрывающие немецкие корабли. После того, как американцы совершили ядерную бомбардировку Хиросимы, у советского правительства возникла необходимость придумать такое место, где мы могли бы спрятать свои ядерные подводные лодки. В результате в бухте Балаклавы была сделана штольня, буквально, ну извините за это слово, нора в горе протяженностью 680 метров, в которой одновременно могли укрыться 7 ядерных подводных лодок. Поверьте, в этом проекте мы умышленно не касались экскурсионной темы, то, что можно посмотреть в Крыму с исторической точки зрения. И я объясню, почему. Ну, дело в том, что, во-первых, я не хочу лишать удовольствия вас увидеть это своими глазами. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Ну, хотя бы в Севастополе древний город Херсонес, в Судаке, Судакская или Генуэзская крепость. И, поверьте, в каждом из поселков и городов Крыма вы найдете то, что вас заинтересует с экскурсионной точки зрения. Но не показать эту крепость я просто не мог. Поэтому наслаждайтесь. Добро пожаловать в старинную Гену. Общая площадь крепости 30 гектаров. Внешняя линия обороны сохранившаяся 14 башен. Поверьте, я был на подобных объектах и в Греции, и в Северной Греции, и на Киепре, и на Крите. Но то, что я увидел здесь, в Крыму, в Судаке, по-настоящему восхищает. И лично меня переполняет гордость, что у нас есть такие объекты. И нам действительно есть, что показать. Пускай это и построили Генуэзсы, но как мы это сохранили? Регулярно здесь проходят фестивали, посетив которые, вы своими глазами сможете увидеть, каким образом здесь кипела жизнь в те далекие времена. Наслаждайтесь. Чуть хуже, да? Самая высокая из сохранившихся башен 14 метров. Высота крепостной стены от 6 до 8 метров, а их толщина от 1,5 до 2. Это по-настоящему грандиозное сооружение. Смотрите. Действительно, в такой крепости можно было уберечь себя от любого врага. Но не вышло. Вы понимаете, имея такое выгодное положение, какое имеет Крым, невозможно было не воевать, потому что на эту землю всегда претендовали. Греки, финикийцы, генуэзсы, кто угодно. За эту землю всегда велись ожесточенные борьбы. Я очень рад, что на настоящее время это наш Крым. Здесь, на территории Крыма, было найдено несколько кирпичей с изображением символом 5-го македонского легиона. Такие кирпичи они изготавливают только в походных условиях. Конечно, мы можем с уверенностью сказать, что в Крыму легионеры были. Этот потрясающий по своему размаху и местами великолепно сохранившийся исторический ансамбль, я абсолютно уверен, будет интересен не только тем, кто увлекается историей, археологией, но и простому любому обывателю, который хочет прикоснуться своим собственным присутствием к этому колоссальному историческому опыту. Приезжайте здесь, вы здоровы. Стоя здесь, на вершине Генуэзской крепости, я вспомнил сериал «Игра престола». И до сих пор не могу понять, что в том случае, что в этом, как подобного рода фортификационное сооружение, можно было взять штурмом, тем более с воды. Грандиозно, нереально, фантастично. В любой стране, в любом городе, для того, чтобы понять ситуацию в регионе, как и чем живут люди, отправляйтесь на рынок. На крымских рынках есть все, ну или практически все. Плюс крымский лук, инжир, орехи и мед. Крымский, естественно. Слушайте, потрясающе. А сколько семена стоит такого лука? И вырастет ли он где-нибудь на севере? Жир, не да. Не вырастет? Солнца надо много, наверное, да, и жиры? Мы, во-первых, нужна почва. И сильно долгий процесс выращивания. Скажите, это местный мед? Да. Да? А какой он? Ну, есть у нас горные разнотравия, есть у нас акации с разнотравием. Акация, правда, у нас не чистая. Есть кориандр. Неплохо разбирался в рыбе до момента, когда подошел сюда, потому что я, честно говоря, не знаю, что за рыба пилингас. Что за рыба кинглип. Таранька, понятно, бычки, вобла. Это сарган. Рапан. Все, что хочешь, по большому счету. Бычки и свежемороженые выглядят не очень. Это рынок, как рынок, вроде ничего не взяли. Только донести очень тяжело до машины. Хорошо, что на машине приехали. Напомню, наши автомобили были обработаны триботехническими составами от Супротек. Это составы, которые защищают двигатели от износа, прежде всего в условиях повышенных нагрузок. Длительная работа на дальних перегонах, резкие перепады оборотов, перегревы приводят к масляному голоданию, а, соответственно, к повышенному износу. Стриба составом от Супротек поверхности трения способны лучше удерживать масло, а значит, оно работает эффективнее. Даже при аварийной потере масла двигатель способен без вреда для себя работать на небольших оборотах и довести путешественника до ремонтной базы. Отдельным приятным эффектом стало то, что двигатели работали мягче и тише. Когда проводишь в автомобиле целый день, это оказывается не такой уж и мелочью. Партнеры проекта Компания «Артик Тракс Россия» Расширяй свои границы Страховая группа «Надежда» Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова